В СНТ Уршак Александр со своей семьей живет более пяти лет. Недавно его дачный покой нарушил новость о долге за электричество. Хотя, по заверению Фимца, он исправно платил по счетам. Получилось у меня образование долга примерно в 10 тысяч. Хотя эти деньги были оплачены. Я после операции маломобильный гражданин. У меня два лежачих инвалида войны. Я не могу часто обращаться в данные инстанции, посещать их. В такой же ситуации оказались еще порядка 40 садоводов. Люди заключили договоры напрямую с энергосбытовой компанией. Но лицевые счета им оформили не сразу. Нам лицевые счета не выдали. Но нам сказали, вы также оплачивайте свою кассу в своем садовом товариществе. И вы будете свои расчетные счеты оплачивать по общему счетчику. Ладно, хорошо. Мы добросовестно здесь оплачивали. Соответственно, у нас есть квитанции. Когда выдали лицевой счет, мне автоматом пришло 36 тысяч долга. Оказалось так, что деньги, которые садоводы платили на расчетный счет СНТ после заключения договоров, повесли в воздухе. У кого-то 10 тысяч рублей, у кого-то 55. Вот у меня накопилось 55 тысяч. Это же я платил уже садовый участок за свет. А потом расчетный счет дали, я 55 тысяч сверху заплатил. А потом угрожать начали. Мы говорят, отключим ваш свет. А куда делать? Пришлось оплатить. Вот этой бумагой все. Это же большие деньги. Большие деньги. Но для них-то, может, мало. И для нас это большие деньги. Со слов садоводов, они не раз обращались в энергосбытовую компанию с просьбой сделать перерасчет. Но деньги людям так никто и не вернул. Правозащитники считают, что это недопустимо. Довременный сбор денежных средств и электроэнергии у нас недопустим, поскольку никто не имеет права собирать повторно денежные средства, уже оплаченный товар. Садоводам необходимо решать вопрос СКБ, поскольку это в их компетенции договариваться как с ТСО, так и урегулировать вопрос с СНТ. В СКБ заявили, что в случае неуплаты компания имеет право ограничить людям потребление электроэнергии и взыскать с них долг в судебном порядке. Садоводы же, не согласные с двойным оброком, обратились в прокуратуру. Там сообщили, что письмо перенаправили в другие профильные управления. Но если это не даст нужных результатов, надзорное ведомство готово взять вопрос под свой контроль. Мы, в свою очередь, продолжим следить за развитием событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!